Оборона Севастополя – одна из наиболее знаменитых картин Александра Александровича Дейнеки, созданная в Москве, в настоящее время находится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Картина по праву является одной из самых сильных в творчестве художника и одной из самых драматических работ всего советского искусства военного времени. На картине запечатлен скорбный величественный подвиг советских бойцов, отдавших свою жизнь при обороне Севастополя в 1942 году. История создания В феврале 1942 года Дейнека вместе со своим другом художником Гаганиским ездил в район боевых действий под Юхнов. По возвращении он побывал в Тассе, где ему показали напечатанный в одной из немецких газет снимок разрушенного Севастополя. Позднее художник вспоминал «Шла тяжелая война, была жестокая зима, начало наступления с переменным местным успехом, тяжелыми боями, когда бойцы на снегу оставляли красные следы от ран и снег от взрывов становился черным. Но писать все же решил оборону Севастополя, потому что я этот город любил за веселых людей, море и самолеты. И вот воочию представил, как все взлетает на воздух, как женщины перестали смеяться, как даже дети почувствовали, что такое блокада». Работу над картиной Дейнека начал в конце февраля 1942 года, закончил к выставке «Великая Отечественная война», которая открылась осенью того же года. Сам он вспоминал впоследствии «Моя картина и я в работе слились воедино. Этот период моей жизни выпал из моего сознания. Он поглотился единым желанием написать картину «Художественное решение». Картина Дейнеки представляет собой недокументальное воспроизведение боевого эпизода, а символическое изображение столкновения двух непримиримых сил на руинах горящего города. Богатырские фигуры советских моряков в нарочито белоснежных робах против надвигающейся темно-серой, почти безликой массы захватчиков. Динамикой драматизм композиции определяет центральная фигура матроса в последнем отчаянном броске на геометрически точный ряд вражеских штыков. В военное время художник не смог найти мужскую натуру для центральной фигуры. И в конце концов пригласил позировать девушку-спортсменку подходящего телосложения, о чем впоследствии писал. Тогда мне пришла в голову мысль прибегнуть к женской натуре. Одна из моих знакомых спортсменок с подходящими физическими данными согласилась позировать.